Приветствую вас. Если вы обратите свое внимание на ваш текст, то вы увидите, что про других девушек вы говорите как будто бы в контексте сравнивания со своей женой. То есть вы говорите, что все не то, все не то, не так. И совсем очевидно, что речь здесь идет именно про сравнивание. Вы сравниваете со своей женой. Если это так, то свидетельствует это о том, что вы по большому счету просто не отпустили свою жену еще. Не прожили ее утрату и не можете девушек воспринимать некую самобытную историю, я бы сказал. То есть у вас это сделать не получается. Отсюда и сложности в отношениях. Это первое. Второе. Это то, что вечерами вам волком выть хочется. Вы чувствуете себя одиноким, я полагаю. И с этим тоже нужно разбираться. То есть вполне вероятно, что вы излишне были направлены на семью. Вот. И как бы семья с семьей, но важно и личное развитие, важны и цели. Вот. Какие-то жизненные, важны какие-то ценности, стремления. А этого ничего у вас нет. Так. И с учетом тех вещей, которые вы описываете касаемо мастурбации, то можно сказать, что у вас есть некая тревожность. И я правда не очень понял, когда это было. То есть до того, как мы встретили свою жену или после уже ее смерти. Вот. Но тем не менее. Тем не менее. Сам факт того, что у вас появилась зависимость и была зависимость до болезней и истощения, на мой взгляд свидетельствует о том, что вот есть определенная, как бы ваша потребность. Потому что зависимость, любая зависимость, она образуется на потребности. И в данном случае, как бы, можно говорить о том, что вы снимали напряжение, снимали тревожность. Ну, вероятно, что это еще было. Вот. То есть есть некая связь того, что вам вечерами хочется быть волком и вот зависимость. Что касается отношений с девочками, как-то очень стереотипно, на мой взгляд, вы мыслите и про тараканов, и про то, что без отношений секс не нужен. И при том, что вы говорите, что был секс и это все не то. Вот. То есть как-то здесь вот какая-то неопределенность присутствует, на мой взгляд, потому что есть девочки, которым нужен только секс, которые согласны на только секс. Вот. Потому что, ну, та история, которую, например, описываете вы, она в той или иной форме может повторяться у разных людей. И вы не один такой, и не вы один нуждаетесь именно только в сексе, например. Вот. Но у вас тут какое-то вот креативное мышление, вероятно, связано с тем, что вы сравниваете девочек со своей женой, и жена вам кажется идеальной. То есть вы идеализируете свою жену. Вот. Это такой момент. С другой стороны, нежелание, точнее, точнее, как сказать, тяжесть от возможного, возможных прикирок, она связана с тем, что вы самим человеком не интересуетесь. То есть вам не интересен человек, вам не хочется для девушки какой-нибудь гипотетической что-то делать. Вам не хочется делать её счастливой, грубо говоря. Вот. И в этом проблема, отчасти. Отчасти в этом трудность. И чтобы начать это делать, да, нужно как бы, нужны ресурсы. Нужно освободить ресурс. А этих ресурсов у вас пока нет. И нет их вот именно из-за того, что вы, вероятно, не пережили потери своей жены. Мне показалось, что вы такой достаточно замкнутый человек. Он не очень общительный. Не могу в этом ошибаться. Вот. Ну, мне так сказалось. То есть вы ничего не пишите про своих друзей, вы ничего не пишите про своё окружение, про какую-то вот такую социальную жизнь. Вот. Но вы, правда, и про работу ничего не пишите, но тем не менее. Вот. Так что здесь вопрос вот именно общения, да, то есть насколько вы открытый и лёгкий в общении человек. Вот. Ну и повторюсь, как жить дальше, чтобы что, то есть вопрос, как жить дальше, это не совсем, не совсем корректный здесь вопрос, потому что мы, как психологи, можем помочь вам разобраться в себе. Мы можем помочь вам пережить потерю, мы можем помочь вам научиться строить отношения с девушками, мы можем помочь вам не воспринимать такие вещи, как притирки вообще, при вашем желании меняться. Вот. Вот. Но, как жить дальше, можете решить только вы. Мы здесь вам не подскажем. Абсолютно ничего. Вот. Вот. В принципе. Так мой ответ. Я могу вам дать. Так. Значит. Сейчас я ещё раз прочитал ваш текст. Эм. Вот вы пишите, я понял, что это всё не то, что мне не нужна другая и не женится я больше никогда. И тут же вы пишите, что как строить отношения с девушками, просто сексом не нужно ходить по проституткам. То есть вот чувствуется, да, что у вас есть некая такая вот потребность во внимании, что ли. То есть. Эм. Эта вот. Игра. Если. Но. Почему бы вам не. Да. Но. Игра. Игра дано. Психологическую игру дано. Поищите в интернете. Так и напишите. Психологическая игра. Да. Запятая. Но. Вот. И почитайте. Очень похоже. Ну вот. Скоро за ощущение, что вы сами же все варианты знаете. Ни один вариант вам не подходит. И. Всё. Вот. Ну. Тут момент в том, что дело не в вариантах. Не в поиске. Рациональных. В рациональном поиске какого-то решения. Какого-то выхода. Здесь именно дело в работе. В работе с вами. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. И надеюсь, что вы сможете найти выход из своей ситуации.